Раньше были корабли деревянные, люди стальные. Теперь корабли из стали, а люди деревянные. Так говорят поморы. Но это не про участников традиционной девятой по счету регаты, посвященной дню рождения ОНОВ-2. Наша съемочная группа в этом убедилась лично. Выносливость и упорство. Вот что господствовало воскресный день на регате. А еще радость и азарт болельщиков, которые поддерживали всех участников водных стартов. Это регата традиционное мероприятие для союзной организации, для обогатительной фабрики номер 2. Мы ее проводим уже в девятый раз. Сегодня здесь представлено 7 команд. Регата посвящена 53-го дню рождения обогатительной фабрики номер 2. Многим в этот день коллективной греблей предстояло заняться впервые. Так что первое, что постарались сделать команды, это попробовать свои силы до начала старта. Самое главное, что там нет комаров, это во-первых. Ну, в принципе, всегда локомотивщики, железнодорожники, всегда подбираются по морально-волюмому качеству. Локомотивно вообще все бригады. Мы тоже собрались по морально-волюмому качеству, сейчас попробовали. Все, идем в ритм. Осталось только терпение. Ну и удача. Удача должна нам помочь. Очень хорошо, что погода у нас хорошая, и мы сделаем все, что можем. В принципе, нам понравилось. Сегодня мы проводим соревнования по гребле на Карбасах, посвященные дню рождения ОНОВ-2. Вчера был день рождения у нашей фабрики. Всех работников, бывших и нынешних поздравляю. Большим удовольствием желаю здоровья, успехов в жизни и всего-всего самого наилучшего. Дистанция серьезная. 2 километра 800 метров, то есть два круга. Это вам не пару минут интенсивной работы веслами. В команде 5 человек. Рулевой, по-поморски говоря, кормчий и 4 грибца. Главное, что требуется, сила, выносливость и слаженность действий. При этом рулевой не должен помогать грести. Ну а цель – показать лучшее время на дистанции. Хочу выразить большую благодарность владельцам базы, которые любезно предоставили нам возможность поучаствовать в этих соревнованиях. Мы уже неоднократно действуем вместе с этими людьми. Надеюсь, в дальнейшем у нас будет такой же сотрудниче. Торжественное построение, напутствие и завесла. На этот раз в регате приняли участие 7 команд. Фабрики, транспортное управление, Росвумчурские и Кировские рудники, цех электроснабжения фабрик и спорткомплекс «Горняк». Конечно, не 11, как в прошлом году, но зато завесла взялись и девушки. А вообще тяжело? Как-то девчонки уступают ребятам в этом? Что в основном? Мы попробуем не уступить. Мы будем бороться. Не прогадали и болельщики, которые отважились приехать и поддержать участников. Семь футов подкилинг, как говорят, да? В погоду хорошее, солнце светит, красота же. Оп! Я вам отдыхаю. Оп! В целом регата прошла успешно. Ни одно весло не поломано, ни один борт не пробит. Третье место с результатом 20 минут 49 секунд заняла команда «Анов-2». Второе досталось обогатителям третьей Апатиты Нефилиновой, которые опередили своих коллег на 7 секунд. Ну а чемпионами регаты стали «Горняки» Росвумчурского рудника. Всем им были вручены кубки и денежные призы от правкома предприятия.